Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Обычно в позициях с изолированной ферзевой пешкой атака на королевском фланге является одним из главных планов игры. Но иногда случается и так, что в ряде случаев атакуется не королевский, а ферзевый фланг и находящиеся на нем пешки. Сегодня мы с вами рассмотрим довольно интересную партию 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, которую он сыграл в 1981 году в Москве против ветерана советских шахмат, помощника Карпова в матчах за первенство мира Ефима Петровича Геллера. Партия получилась весьма интересной. Сначала Анатолий Карпов атаковал пешки ферзевого фланга, отвлек соперника этими активными действиями, а затем резко переключился на атаку вражеского короля. Итак, Анатолий Карпов начал партию ходом Д4, в ответ Д5, С4, Е6, К3, слон Е7. В то время в таком стиле довольно часто разыграли ферзевый гамбит. Ход слон Е7 применял черными и сам Анатолий Карпов. Белые выводят коня на Ф3, и после кони в 6 играют слон Ж5. Х6, слон Х4, рокировка и на Е3, Б6. В итоге получилась стартовая позиция системы тортаковера Макогонова-Бондаревского. Излюбленного оружия за черных в руках Ефима Геллера, опять же, эту систему также играл и его соперник Анатолий Карпов. Ладья Ц1 и на слон Б7, слон Д3. Конь БД7, 2, 0, С5. Ферзь Е2, играет Карпов и после ладья Ц8, слон Ж3. В этой позиции сам 12-й чемпион мира предлагал за черный ход конь Е4. После взятия конь Ж3 на ХЖЕД и на слона 6, ферзь Ц7. Черные защитили слона, отвоевав это поле для своей сильнейшей фигуры. Позиция примерно равная. Но в нашем поединке Ефим Геллер решил разгрузить центр. Он сначала забрал на Д4 и после взятия сыграл ДЦ. Слон бьет С4. В этом положении черные могли сразу прибегнуть к размену чернопольного слона соперника, сыграв КНЖ5. Но Ефим Геллер сначала решил разменяться на Ф3. Забрал слоном, пользуясь тем, что белые не могут забрать ферзем, так как теряется слон С4. Карпову пришлось брать пешкой и возникла довольно типичная ситуация. У белых разрушена пешечная структура на королевском фланге взамен два мощных слона. Возможно, Ефим Геллер немножечко перепутал планы, смешал их между собой и в итоге оказался вынужденным пойти КНЖ5. Хотя после слона А6 размен на поле Ж3 вряд ли входил в его планы. Пришлось бить и после хода АЖ пешечная структура белых на королевском фланге уже не выглядит разрушенной. Напротив, этот пешечный треугольник является весьма надежным укрытием для белого короля. Черные поставили ладью на С7. В этой позиции немедленная атака на ферзевом фланге ходом КНБ5 приводила к весьма интересному результату. После размена на С1 у черных появляется нежеланный ход КНБ8 и слон белых оказывается в не очень удачной позиции. После взятия на А7 следует ФД4 и черные уравнивают положение. Поэтому Анатолий Карпов сыграл тоньше, как и подобает действующему чемпиону мира. Он подметил некоторый нюанс. Скорее всего черные поставив коня на Д7 переведут его на Ф6. Это законное поле для черного коня в такой ситуации. И поэтому он сыграл АДФД1. Черные прогнозируемо пошли КНФ6 и только теперь КНБ5. Оказывается, что КНФ6 стоит красиво, но и только. Он был бы полезнее на ферзевом фланге, который сейчас подвергается массированной атаке белых фигур. После размена на С1 пешка А7 оказалась под боем. Если сделать пассивный защитный ход ферзен, то конечно вторжение на С7 и перевес белых принимает угрожающий характер. Поэтому Гейлер решил расстаться с этой пешкой, активизировал коня. КНБ7 пошел Карпов и КНБ4. В этом положении следует ход А3. Анатолий Карпов пользуется тем, что в случае размена на поле А6 белые во всех вариантах получают большой перевес. Например, если сыграть слон Ф6, еще раз напав на пешку Д4, то КНЦ6 на ФД5, ФД3. Белые надежно защитили свою центральную пешку и получили преимущество. Еще хуже дела черных в случае немедленного взятия на Д4. Тогда следует Вилка, что вынуждает черных сыграть ФД6. И после размена на Е7 выигрыш еще одной пешки дает белым пару мощных связанных проходных на ферзьевом фланге, что конечно обеспечивает им победу. Поэтому Гейлер сыграл тоньше. Он пошел ФА8. Завязывается весьма интересная фигурная игра на ферзьевом фланге. Коня ладьей защитил Анатолий Карпов, напав еще и на слона. КНД5 играют черные, защитив слона и напав на ладью. Но та становится на Б7. Очень интересный фигурный треугольник на ферзьевом фланге. Черные никак не могут подобраться к активным фигурам соперника, а в то же время перевес белых уже достаточно серьезен. У них лишняя пешка, а черным нужно искать свою игру. Слон Ф6 пошел Гейлер напав на пешку Д4, ну а белые защитили ее конем. Ладья Ц8 и КНЕ5. Слон Е5, ДЕ, ладья Ц1. Белые в этой позиции должны были выбрать, куда отойти королем. Кажется, что расположение короля на большой белопольной диагонали при наличии ферзя на А8 может быть опасным. Но здесь все решает конкретика. Если пойти король Х2, то следует ферзь Д8 и на слон Д3 неожиданное КНЕ4 дает черным серьезное преимущество. Эта вилка, если забрать коня, то будет ферзь Х4 с матовой атакой, поэтому белым нужно искать спасение в других вариантах. Анатолий Карпов, конечно, все это предвидел и поставил короля на Ж2, что является сильнейшим решением. Черные все равно сыграли ферзь Д8 и угрожают сейчас пойти КНЕ4 с подключением ферзя к атаке на белого короля. Но Карпов снова на чеку и играет слон Д3. У самих черных слаба восьмая горизонталь, поэтому жертва коня здесь не проходит. Если перекрыть диагональ Б1-Х7, сыграв Ж6, то белые наносят удар ферзь Д2. На отход ладьи забирают пешку, получая серьезное преимущество. Маячит уже жертва на Ж6. Поэтому черные спрятали ладью в угол доски, но белые создали угрозу ферзь Х7. Ж6 сыграли черные. И здесь Анатолий Карпов наносит удар, который, я уверен, многие из вас уже заметили. Уж слишком мало фигур защищают черного короля. И здесь 12-й чемпион мира смело жертвует ладью. У Ефима Петровича Геллера нет выбора. Он принимает этот дар и ферзь бьет Ж6. Король Ф8, ферзь Х6. Оказывается, что в этой ситуации ферзь и слон белых так или иначе приносят своему обладателю победу. Здесь Ефим Геллер сдался, рассчитав несколько несложных вариантов. Если, например, пойти король Е8, то слон Б5 на король Ф7, ферзь Х7, король Ф8, ферзь Х8. Не отдавать же ферзя. Но после хода король Е7 следует мат ферзь Ж7. Если же отойти на Ж8, то снова тандем ферзь плюс слон приносит белым победу. Ферзь Х7 и после король Ф8, ферзь Х8. Снова король Е7, нужно ходить ферзь Ж7, король Е8. И в этой ситуации решающий удар наносит слон. После слон Ж6 на доске снова мат. Вот такая весьма красивая партия Анатолия Карпова. Большую часть этого поединка Анатолий Карпов провел в своем фирменном чисто позиционном ключе. Но, конечно же, добившись решающего преимущества, воспользовался возможностью провести, хотя и не сложную, но весьма красивую жертву ладьи, которая в итоге дала ему матовую атаку на черного короля. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, а также оставляйте свои комментарии. Я всех вас благодарю за уделенное внимание. До свидания.